Вау, вот это красота! Слушайте, как классно! За ночь столько снега навалило. Это что-то! Особенно кусты классно смотрятся. Гляньте, красотища какая! Судя, потому что снег немножко мокрый, там, наверное, должно быть не очень холодно. Красотень! Ну-ка, с этой стороны. Все завалило снегом. Слушайте, какая красота вообще! И вот такой вот маникюр получился. Только на камере почему-то ноготочки светлые, кажутся белыми, хотя они розовые. Да, странно. Они розовые, да. Вот. Розовый, конечно, отвратительный. Это просто что-то с чем-то. Я не знаю, как его назвать еще. Вот здесь у меня сейчас на руке три слоя. И даже после трех слоев он все равно какой-то прозрачный. Хотя на сайте указано, что это плотный лак. Он и наносится, как плотный. Но он так полосит. Это просто вообще позор, короче говоря, для массуры. Он полосит, он сбегает к центру ногтя. В общем, чтобы его нормально нанести, это нужно, во-первых, его прям в край и сразу же сушить. Потому что если хоть немножечко подождал, он тут же сбегает от краев. Вот сейчас я, кстати, номера вам дам. И, ну, черный, черный есть черный. Черный как черный. Никуда не убегает, хорошо наносится, не полосит. Вот черного здесь всего два слоя. А он уже так хорошо лежит. Розовый цвет красивый такой. Безе-шечка розовая. Очень нежный. Но наносится, конечно, отвратительно. Хотя и тот и тот лак однофазный. Но вот этот нормально наносится, этот ужас. Да. Я теперь с некоторых пор наношу именно всю руку одним цветом, а один пальчик другим. Не знаю, мне понравилось. Никогда так не делала. Вот только в прошлый раз, первый раз я так делала. Вот. И мне понравилось тем, что маникюр не надоедает через какое-то время, когда наносишь всего, например, один цвет. Вот. Можно, конечно, вообще все ногти разукрасить в разные цвета, но это уже, конечно, слишком. И вот эти цвета, которые у меня сейчас на руке. Оба они Masura Basic. Однофазные. Так. Розовый цвет 291-34 называется Mone. Черный цвет, не знаю, как называется, но номер 290-68. Вот. Mone, конечно, розовый цвет красивый, но нанесение ужасно. И, кстати, вопрос за натакам. Я черный цвет сушила очень долго. Ну, вот прям очень долго. У меня гибридная лампа, и сушила я черный цвет порядка трех минут. И все равно, после того, как наносишь топ, на кисточке топа остается темный оттенок. То есть, какой-то слой все равно, получается, на топе отпечатывается. Ну, вот. Не знаю, из-за чего это. Хотя сушила очень-очень долго. Специально, чтобы темный лак не отпечатывался на кисточке. Все равно отпечатывается. Что это у нас тут за градостроительная политика? Программа Собянина. Программа выполняется? Доступное жилье. Нет. Я девочка. У меня девочковое строительство. Ого. У тебя прям какой-то розовый замок. Принцесса тут будет жить, да? Да. Вот. А у тебя чего? Я у тебя колодцы вижу. Я математик. Художник. Я не умею строить. Художники не строят. Где устроят? Архитекторы, строители там. Дизайн что-то никакого. А где же минимальный дизайн? Крыша там. Окошки, все дела. А где крыша? Не знаю. Это что-то непривычное. Извините, пожалуйста. На подсознание и дело. А почему? Кто-то его ткнул. Кто? Большая пушка. Аккуратно. Что-то шумишь-то. Я бы на тебя тоже зашумела. На обед сейчас буду варить гречку. В мультиварке она делается просто элементарно на самом деле. Ну, как и в кастрюле, в общем-то. Единственное, что я всегда выбираю гречку чистую, там, а-ля мистраль или что-то такое, в которой меньше всего грязи. Вот. И, значит, здесь у меня два стакана мультиварочных гречки. На самом деле, любые можно стаканы. У меня вот такие вот стаканы от мультиварки. Ну, пластиковый стандартный. Вот. Здесь два стакана от мультиварки. На два стакана гречки нужно заливать таких же четыре стакана воды. На один стакан гречки два стакана воды. Так же, кстати, как и на рис. Вот. Посолить. Я масла не добавляю в то время, как делаю гречку, потому что я потом эту гречку использую Маше еще по утрам. Она у меня есть с молоком. И как-то, когда в гречку добавляешь масло, потом с утра наливаешь молоко. И эти разводы масляные. В общем, мне не очень нравится. Я лучше отдельно добавлю масло. Все, ставлю ее теперь на полчаса на режим бульон у меня есть такой. Вот. На самом деле, на любых других мультиварках есть либо специальный режим крупа, либо специальный режим, например, там гречка, рис, по-разному называют. У меня это бульон. То есть, это режим, который не варит. Это режим, который тушит. Вот. В принципе, можно, наверное, поставить и на тушение, но я не пробовала. Полчаса хватает выше крыши. Так что, выбираем. Вот, бульон. Ставлю старт. У меня меньше часа поставить нельзя. Я просто слежу и за временем. И прихожу раньше и выключаю. Все. Поехали. Она приготовится сама. Будет рассыпчатая, вкусная. Ну-ка, давай, сколько? Метр сто... Сколько? Меня не видно. Вот, метр сто. Не-не, метр сто десять. Метр сто десять. Да? Думаешь, метр сто десять? Да, метр сто десять где-то. Давай, сделай шашарочку вот сюда. Только на носочки, носочки прям, пяточки прям к шкафу. Ага, вот, стой. Метр. Стой, я тебя держу. Метр сто десять. Ну, сто... Сто восемь. Сто восемь. А бассейн метр сто двадцать два. Все. Ну, не намного и выше, нормально. Все, Марка в следующем году не купается. Она еще вырастет. Она до лета вырастет. Вырастет. До 12 двух? Вырастет, вырастет, да. Да, будет же шесть лет. Она уже будет совсем большая. А бассейн будет такой маленький. Не, Машка, в этом году бассейн будет большущий. Ой, какой срач. Вау. Срач, отворческий беспорядок. Папа! Вот именно. Новый город. Сейчас будете Новый город строить. Ой, конструктор тут. Че только нету. Мандарины. Всякие раскраски. О, вообще. Мужики, блин. Показала Димке маникюр. Сказала, тебе чё, говорит, на один ноготь лака розового не хватило. Вот как с ним водиться? А у меня достаточно розового, да? Да. Тебе нравится? Вот только девочки меня понимают. Купсик мой сладкий. Ух, Машка, выкрастишь, будешь все ногти делать всякие, да? Да. Мне большие изначально нравится весь маникюр. Весь? Да, весь и весь. Ну да, он классный. Да. Мама, а другой руки у тебя тоже самое? Да, абсолютно. Ой, фиолетовый. Мама, а скажи, это чёрный или фиолетовый? Это чёрный. Чёрный? Угу. А я думала, фиолетовый. Нет, это чёрный. А этот похож на белорозовый. Это и есть такой розовый нежный. Да. На последнем научился нормально резать. Да? Так нормально ничего. Ну, что у нас? Это спойлеры. Ничего не спойлеры, нормально. У нас сегодня капрезы в нашем исполнении. На сегодня вечер итальянской кухни. Да. А не только капрезы. Мы её решили не делать, а так вот не выкладывать её спиралькой по кругу. Потому что брать неудобно. Каждый раз там вилка застревает, тянет за собой что-нибудь лишнее. Я серьёзно. Аперитивчик в виде сыра. Вот компрезы. И чё ещё? Не компрезы, а капрезы. Какая-то вот эта хрень с базиликом и каким-то сыром. Потом пожарим цукини с чесноком и с брынзой. И всё это с оливковым маслом. И ещё вот этот сыр. Так, жарим кабачочки на сливочном масле. Не на подсолнечном, на сливочном, чтобы аромата было больше. Что может твориться у нас дома практически половина десятого? Почти в десять. Тихо-тихо-тихо-тихо. А? Хорошо, что мы живём на первом этаже, а? Мы спим, у нас всё хорошо. Ага, мы спим. Лейтенант, смирно! По стойке, смирно! Срочная операция! Стой! По стойке, смирно! На боевое задание, бегом, марш! Бегом, марш! На боевое задание, давай! Обжариваем с двух сторон, подсаливаем немножечко. И теперь я буду на каждую раскладывать чесночок давленый. Можно его, конечно, порубить мелко, но мы его подавили. Вот что получилось. Ну, кто как. Кто любит острое, кладите побольше. Кто любит не острое, кладите поменьше. Так, и теперь положим на каждую по кубику брынзы. Вот такой у нас спокойной ночи. Так что, всем до встречи! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok